Здравствуйте, уважаемые студенты! Мы продолжаем тему Динамические HTML-страницы Используем CSS-технологии в HTML По плану рассмотрим следующий вопрос Введение в CSS, синтексис CSS, селекторы, типы селекторов, возможности использования CSS в HTML HTML-теги первоначально были предназначены для определения содержимого документа Способ отображения представления сайта было поручено браузерам не используя никаких тегов форматирования В целях решения этой проблемы консорциум W3C ответственный за технические стандарты веб создал стили и добавил их к спецификациям HTML-4 Начиная со HTML-4 все форматирование может быть удалено из HTML-документа и хранить в отдельном CSS-файле то, что позволяет пользователю легко изменить внешний вид всех страниц сайта изменив содержание всего отдельного файла CSS-каскадные таблицы стилей это группы свойств, которые определяют внешний вид документа, написанного с использованием языка HTML и как отображать В настоящее время все браузеры поддерживают CSS Семантика и синтексис Когда браузер считывает таблицу стилей он отформатирует страницу на основе данных стилей Стиль управляет цветом и шрифтами, используемыми на странице а также цветом и шрифтами, используемыми для отображения элементов CSS Каждое правило CSS из таблицы стиля имеет две основные части Селектор и блок объявлений Одно или несколько может быть блоков Тут приведен синтексис Селектор определяет на какие части документа распространяется Правило фигурные скобки В них помещается блок объявлений Примечание все объявления CSS завершается точкой с запятой Типы свойств В CSS существует огромное количество свойств Их можно разбить на следующие группы Оформление текста Работа с размерами и отступами Позиционирование элементов Создание сеток Декоративный цвет Цвета, фон, тень и другие Селекторы CSS CSS-селектор выбирает соответствующие HTML-элементы из HTML-документа Которым будут применены определения Определенные стили Например, если необходимо отобразить содержимое параграфа Определенных тегом P Выровненные по центру С размером 14 Полужирным фонтом И зеленого цвета Необходимо написать следующее Значит текст P В фигурных скобках мы записываем Значит текст All-Dogin Center Он центрирует Фон сайз 14 пикселей Фон white ball И color green Примечаем внимание С использованием пробелов по объявлениям Группировка селекторов Если несколько селекторов Определяют одни и те же стили Например, для педий H1 То тогда мы можем их сгруппировать в одну Примечание Сгруппировав селектор Используется запятую как разделитель Обязательно используем запятую Способы определения стилей Существует три способа определения стилей Это внешние таблицы стилей Стиль определяется во внешнем пайле с расширением CSS Внутренние таблицы стилей Стиль определяется в теге Head HTML document Inline Таблицы стилей Стиль определяется непосредственно в HTML элементе Используя атрибут Style Внешняя таблица стиля Внешняя таблица стиля требуется, когда стиль Применяется к нескольким страницам сайта Или ко всем Изменяют внешний вид всего сайта Изменив всего один файл Каждая страница должна содержать ссылку на файл С таблицами стилей Используя тег-линк, расположенный внутри тега Head Допустим, вот приведем этот пример Для тега линк, где атрибут rel определяет Связь между двумя файлами HTML и CSS Может иметь несколько возможных значений Но в данном случае значение должно быть стиль Shed Атрибут Shreve определяет URL адрес для файла со стилями Атрибут Type определяет тип связанного типа Или тип ресурса В данном случае значение должно быть тексты CSS Примечание Внешняя таблица стиля может быть создана в нотпад Но данный файл не содержит HTML и не имеет расширения CSS Внутренние таблицы стиля Таблица стиля описана в самом документе Она располагается между тегами style открывающей и закрывающейся Которые в свою очередь располагаются в одном документе между тегами head Все правила этой таблицы действуют на протяжении данного документа Значит синтакс имеет следующий вид Открывающийся тег стайл Далее идет определение стилей и закрывающийся тег стайл Инлайн таблицы стилей не рекомендуется преувеличивать в использовании этого метода вставки стилей Этот метод напоминает использование атрибутов в HTML тегах, когда содержание определяется вместе с презентацией Чтобы определить стили в инлайн используется атрибут стайл внутри соответствующего тега Атрибут стайл поддерживается всеми тегами HTML Примечание атрибут стайл включено между кавычками Будьте внимательны в использовании кавычек Каскадное применение стилей Принцип каскадирования применяется в случае, когда какому-то элементу HTML одновременно поставлено в соответствии более одного правила CSS То есть когда происходит конфликт значений этих правил Чтобы разрешить такие конфликты вводятся правила приоритета Порядок применения каскадных стилей Наиболее низким приоритетом обладает стиль браузера Более высоким приоритетом обладают стили заданные во внешних таблицах стилей подключенных к документу Еще более высоким приоритетом обладают стили заданные во внутренних таблицах стилей Высшим приоритетом обладает стиль объявленный непосредственно в тяге данного элемента Посредством атрибута стайл этого типа Более высоким приоритетом имеют декларации со словом IMPOTENT Тогда, когда приоритеты те же для одного слекта применяются последние определенные Специфичность применения стиля Когда для одного и того же элемента есть несколько CSS правил с одинаковыми свойствами Браузер использует понятие приоритетов и специфичности Чтобы выбрать значение свойства из нескольких возможных стилей Дополнительно анализировать специфичность селектора Для селектор типа идентификатора ID считается 1,0,0 Для селектор типа класса и псевдокласса 0,1 Для каждого селектор типа тег div 0,0,1 По счете специфичность используется следующее выражение 1,0,0 больше чем 0,x,y и больше 0,0,x Выводы для приоритетов Когда к одному элементу применяется несколько CSS правил То приоритетность этих правил определяется по их селектору Если селекторы однотипные То тогда более приоритетным является CSS правило Которое расположено ниже кода Одному и тому же элементу можно назначить несколько классов Благодаря механизму каскадности CSS правила этих классов будет комбинироваться А при конфликте свойств будет применяться механизм приоритетов Иерархическое дерево. Структура штаммных документов представляет собой иерархию. Иерархическое дерево. Это означает, что у каждого элемента есть только один родитель. То есть элемент, внутри которого он располагается. У коренного раздела родителя отсутствует. Рассмотрим простейшую страницу. Это иерархическое дерево схематически отображает структуру вложенности элементов. Иерархическая структура документа определяет основы концепции наследования. Наследование в ЦСС. Механизм, с помощью которого значение свойств элемента родителя передается его элементам потомкам. Стили, присвоенные некоторым элементам, наследуются всеми потомками, если они не переопределены явно. Например, размер шрифта и его цвет достаточно применим к боди, чтобы все элементы внутри имели те же свойства. Наследование позволяет сократить размер таблицы стилей. Но если стилей много, то отследить, какой родительский элемент установил некоторые свойства, становится сложнее. Чаще всего наследуются свойствами текста. Ненаследуемые свойства. Все остальные относятся к ненаследуемым. Это параметры позиционирования, размеров, ост, пуфона, рамок и т.д. А именно, бэксграунд, бордер, паддинг, мейдинг, уайт и т.д. Дочерние селекторы потомков называются любые элементы, расположенные внутри родительского элемента, а дочерними элементами называются ближайшие потомки. Тут приведен пример. По отношению к ULE, LA являются дочерними элементами и потомками, а SPAN – потомки, но не дочерние элементы. Контекстные селекторы влияют на всех потомков, что не всегда удобно. Иногда необходимо задать стили только для дочерних элементов. Особенно это полезно при работе с многоуровневыми списками. Для этого существует дочерний селектор, в котором используется символ «больше». Контекстные селекторы. Селекторы могут состоять из нескольких частей разъеленных проблем. Например, выбрать все ссылки внутри элементов с классом меню, которые лежат внутри элементов с классом фото. Такие селекторы называются контекстными или вложенными. Их используют для того, чтобы применить стили к элементу, только если он вложен в нужный элемент. Например, селектор меню «А» срабатывает для ссылки, а только в том случае, если она расположена внутри класса элементов с классом фото. Читать их проще всего справа на лево. Таким образом, можно задавать элементы различные стили, в зависимости от их контекста. В стиле для фона. CSS-свойства для фона используются для определения эффекта фона какого-то HTML элемента. Примеры CSS-свойства используем для спецификации эффекта фона. Background Color, Background Image, Background Repeat и т.д. Свойства Background Color. Это свойства используется для определения цвета фона HTML элемента. Цвет фона определяется тремя известными способами. Спецификация названия цвета. Спецификация цвета используя 16-ти личный код. Спецификация цвета в формате RGB. Примечания цвета могут быть определены и в формате RGB. RGBA поддерживает следующие браузеры. Значение цвета RGBA представляет расширение RGBA значений с альфа-каналом, которое определяет прозрачность объекта. Значение для RGBA цвета определяется следующим образом. Здесь параметр альфа, это число от 0, 0, 0 и 1, 0. Примечания. Рассмотреть цвета в формате HSL, HSL8. Свойства Background Image используется, чтобы указать фоновое изображение. По умолчанию фоновое изображение повторяется и охватывает всю страницу. Примечания. Примечания. В папке Meiji установлен рисунок в сошлении pink. Бэксграунд репит. По умолчанию фоновое изображение повторяется и по горизонтали, и по вертикали. Свойство Background Repeat определяет повтор фонового изображения по горизонтали, либо по вертикали. Далее свойство Background Repeat может определять тот факт, что изображение фиксировано и не повторяется. Тут приведены примеры для использования Background Repeat. Свойство Backfront Position управляет расположением фоновых изображений. Значение свойств состоит из двух частей, разделенных пробелом x, y. x задает расположение по горизонтали, а y по вертикали. В качестве значения x можно использовать ключевые слова left, center, right, значения в процентах или в пикселях. В качестве значения y можно использовать ключевые слова top, center, bottom, значения в процентах и также в пикселях. Свойство Backfront Attention. С помощью свойств Backfront Attention можно зафиксировать фон на месте и он не будет перемещаться при прокручивании. Значит, значение свойств scroll, фон прокручивается вместе с содержимым, это значение по умолчанию. Fixed фон не прокручивается, зафиксирован на одном месте. Стили для форматирования текста. Цвет текста определяется при помощи свойства Color для любого штамма элемента. Текст выравнивается при помощи свойства Text Alive. Текст может быть украшен или нет. Выравненные, подчеркнутые или украшенные линии сверху используют свойств Text Escoration. Текст может быть переобразован из нижнего регистра в верхний и, наоборот, используя свойств Text Transform. Текст может иметь отступ, свойств Text Indent и другие свойства приведены. Стили для фонда. Представлять свойства, используемые для определения семейства шрифтов, размера шрифта и ширины текста. Могут использоваться группы семейств шрифтов Generic Family и семейств шрифтов Font Family. Примечания. В OEI шрифты из группы Unsancery являются самыми рекомендуемыми. Здесь приведены эти шрифты. Свойства Font. Также, как и свойства Background и свойства Font, можно использовать в сокращенном формате. Необходимо соблюдать следующий порядок использования Font, Style Font Variant, Font White, Font Size и так далее. Тут приведем пример. Спасибо за внимание. Сегодня мы прошли динамические страницы. Значит, мы использовали CSS технологии, рассмотрели основные моменты для использования каскадных стилей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok